Музыка Хочу начать с негативного, хотя это очень нетипично. Я хочу сразу же сказать, чего нам стоит избегать. Начнем с учения Иисуса в Евангелии от Матфея 23 главе. Он общается с аристократией Иерусалимом. Это сливки общества, сильные мира сего. Они влиятельны и хорошо образованы. У них много средств. Они политические лидеры и контролируют социальную жизнь страны. Хотя тот регион Самарии и Иудеи был частью Римской империи, римлянам нужно было сотрудничество этой еврейской элиты. И вот Иисус обращается к этой группе людей. Послушайте, что он говорит. «Горе вам, вожди слепые». Вот тут остановимся на минутку. Я вырос на ферме в Теннесси. Фраза «Горе вам» на английском звучит так же, как возглас, чтобы остановить коня. Но Иисус не говорит здесь. Он говорит о других вещах. Это не просто предупреждение. Это предостережение. Предупреждение — это сказать «не думаю, что стоит это делать». А предостережение — это сказать «это плохо кончится». Это более серьезные слова. То есть Иисус выбрал очень отрезвляющие слова по отношению к этим людям. «Горе вам». А потом он еще и цепляет их. «Вожди слепые» или «поводыри». Однажды мы были в Италии и искали гида. Со мной была группа людей, и мне нужно было найти гида. Мы нашли какого-то гида, но он не говорил на английском, а мой итальянский ограничивается такими словами, как «пицца» и «спагетти». Я провел два дня как посредник между людьми, которые были со мной, и гидом, который не говорил на английском. Это было то еще приключение. «Вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные слепые. «Что больше золота или храм, освящающий золото?» Также, «если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен». То есть они умолили то, что было от Бога, и сделали больший акцент на том, что важно для них. «Безумные слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар?» «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину со всех специй и оставили важнейшее в законе. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда, поглощающие горе вам, книжники и фарисеи. Что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очистив прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Люди говорят, что Иисус — это только любовь. Да, Он говорил о любви. Но это лишь часть Его послания. Эти слова совсем не похожи на теплые объятия. «Горе вам, слепые вожди, лицемеры». Я предупреждаю вас, что вас ждет осуждение. Это все те эпитеты, к которым я не хочу иметь никакого отношения. Слова могут меняться, но я не хочу оказаться в том положении, когда Иисус говорит мне «горе тебе» или «горе вам». И чего бы мне это ни стоило. Я попытаюсь выйти из этой группы, если я когда-либо окажусь в ней. «Я поменяю привычки, друзей, буду делать все, что нужно». «Я хочу, чтобы при мысли обо мне Господь улыбался, а не сжимал кулаки». «Вы со мной?» В истории нашей страны было время, когда пассивной веры было достаточно. Мы могли принимать решение и тихонечко стоять в тени. Но я не думаю, что в нынешнее время ваша вера сможет выжить в пассивном режиме. Нам нужно научиться выражать нашу веру. В Евангелии от Матфея 15 главе Иисус говорит на этот раз своим ученикам «оставьте их, они слепые, вожди слепых». А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Иисус говорит ученикам о лидерах их религии. И Он не говорит «поститесь и молитесь за них». Он говорит «оставьте их, они слепые поводыри». Вы должны понять, что бывают моменты, когда нам нужно отделить себя от всего, что ограничивает наши возможности с Богом. Бог может послать вас как посла с какой-то миссией, но когда вы идете в новом направлении, пытаясь найти свободу и заново очиститься, то очень часто это связано с тем, что нужно что-то оставить. Возможно, вам нужно изменить свои привычки, свои расписания или людей, которых вы подпускаете к себе, или же вам нужны новые голоса, которые будут ободрять вас о вашей вере. Я не знаю, что именно нужно, но я не намерен попадать к тем, кому горе вам. Бог никогда не говорит «стой». Он говорит «давай». Когда Иисус собрал учеников, Он не сказал «перестаньте делать то, что вы делаете». Он сказал «следуйте за Мною». Он меняет сценарий их жизни. Я не говорю вам «перестать делать что-то». Я говорю «давайте следовать за Иисусом». Давайте выйдем из тени. Выйдем на арену и подключимся к игре. Разве это не лучшее? Не переживайте о том, что нужно перестать делать. Вы сами поймете, от чего нужно избавиться, потому что это ограничит вашу эффективность в игре. Я не хочу говорить о том, что нужно оставить. Дух Святой покажет вам это. Если вы хотите активно сотрудничать с Богом, то поймете, что вам не стоит нести за собой бремена. А если вы отложите в сторону все, что вам мешает, Дух Святой настолько добрый, что покажет вам, что еще вас ограничивает. Он даст вам свободу от таких вещей, которые вы даже не думали, что ограничивают вас. Если вы стоите в темноте, далеко от Бога, то вы не знаете, от чего вам нужно очиститься. Но когда вы начинаете выходить в свет, то это становится более очевидным. Иисус говорит, «Следуй за Мною». Он знает о вас такое, о чем вы никогда не говорите вслух. Представим, что приближается время игры, и нам нужно быть готовыми. Осталось пару минут, и нам нужно осудить самое важное. Смысл в том, что мы должны быть практиками нашей веры, а не просто аккумулировать идеи. Мы не хотим быть лишь фонтанами идей. Мне нравится учиться, я профессиональный студент, я бы остался жить в университете, если бы Господь позволил. Но цель нашей веры не просто аккумуляция идей, иначе мой компьютер был бы самым святым в нашей церкви. Наша цель — практиковать то, что мы знаем, и во что мы верим. Перейти от теории к практике. Бог всегда работал через людей. Он не просто сверхъестественно вмешивается в историю. Он работает через людей. Он не послал ангела с посланием. Дух Святой будет расширять наше понимание того, что это означает, если мы будем следовать за Ним. Десятая глава Луки. «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их подво пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Он не просил их делать ничего такого, чего они не делали раньше. Не просите Бога увеличить праведность нашего народа, если вы ничего не делаете для этого. Не просите Бога дать нам хороших лидеров, если вы сами не готовы смело отстаивать свою веру. Не просите Бога остановить что-то, что вам не нравится, если вы сами ничего не делаете в этой сфере. Но если вы сами активно выступаете в этой сфере, тогда вы можете сказать, «Господь, высылай делателей на жатву». Это было непростое время. Вы хотели бы быть в расширенной команде Иисуса? Я не хотел бы быть лидером группы при Иисусе, чтобы он спрашивал меня, как я справляюсь. Посмотрите, с каким отчетом они вернулись. Это 17 стих. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Видите, они даже не знали, чего им ожидать. Они знали, что Иисус так может, но не они. Вот они говорят, «Даже у нас что-то получилось». Деяния апостолов. В первой главе Иисус вернулся на небо. Во второй главе ученики остались сами. Это совершенно новый опыт для них. Наступает день Пятидесятницы, а после него было много удивительного. И каждый день единодушно пребывали в храме. Во дворе храма собиралась большая толпа. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Как часто люди приходили к вере в Бога ежедневно? Нам нужно что-то изменить. Я ожидаю, что каждый день кто-то будет говорить, «Мне нужен Иисус». Было бы очень печально, если бы люди не приходили к Богу ежедневно, благодаря нашим с вами усилиям. Спасибо. Спасибо за ваш энтузиазм. Дело не в нас. Мы не могли бы исцелить даже насморк. И наша пассивность напрямую связана с тем, кто мы. Что скажут люди, а что, если ничего не произойдет? Давайте просто пригласим Бога в эти условия. Я Ему доверяю. Возможно, я ненадежный сосуд, но Ему-то я доверяю. Поэтому выслушайте, а потом имейте смелость сказать, «Давай помолимся, помоги им Иисус». И все этого достаточно. А потом переходите к чему-то другому. Молитву можно расширить. Она не обязательно должна быть только такой, но если вы не сможете сделать даже этого, то нет смысла говорить о том, что идет дальше. Хочу показать вам из Писания, насколько это важно. Деяние 2 глава — это первый раз, когда церковь выходит на публику без Иисуса. Это и первый публичный выход без Иисуса. Петр проповедует свою первую проповедь без Иисуса. И три тысячи человек в Иерусалиме, где Иисуса распяли, спрашивают, что нам сделать, дабы спастись. В тот день к ним присоединилось три тысячи человек. Мы очень отстаем от них. Следующая, третья глава. Петр и Иоанн пошли в храм. Они были исполнительными евреями. Они встретили нищего, который вот-вот исцелится. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа на зарея встань и ходи». Заметьте, что это молитва в одно предложение. Он просил денег, а Петр говорит, «Давай помолимся». «Во имя Иисуса Ходи». И он поднял его. И начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скачая, и хваля Бога. Весь город взволновался. А однажды Дух Святой сделал то, чего еще никогда не было. Весь город был взволнован и полон радости из-за силы в имени Иисуса. Четвертая глава. Знаете, что случилось с Петром и Иоанном в результате того чуда? Их арестовали. Почему-то современные верующие в Америке думают, что Первая Церковь столкнулась лишь с небольшим сопротивлением. Мы не должны говорить об Иисусе на работе, или в колледже, или в школе. А я думал, что если я отдаю на это свои налоги, то там должен быть и мой Иисус. Мне это казалось. Мы начали все это лишь потому, что без представления наших интересов не будет никакого налогообложения. Не забывайте, пожалуйста. Просто, что мы работаем на льва из колена Иудина. Это может повлиять на отношения, дружбу. Вы можете даже лишиться чего-то в бизнесе. Но если Бог доволен, то все у вас будет хорошо. Могут быть временные затруднения. Но долгосрочная выгода куда важнее, чем сиюминутная неловкость. Я не хочу, чтобы вы были сердитыми, критикующими и обвиняющими. Я хочу, чтобы вы были заступниками чего-то хорошего. Итак, Петра и Иоанна выпустили. Им угрожали, и вот они пришли на встречу с другими верующими. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Если бы это было сейчас, то после тюрьмы мы бы собрались вместе с лидерами и думали, как сделать так, чтобы проповедовать помягче. Нам нужно изменить свои слова, чтобы никого не обидеть. Это также создает плохой образ о нас в СМИ. Как же мы можем это изменить? Звучит правильно? Ну, послушайте, что они сказали. «Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». И они не собирались сбавлять обороты. А потом они еще и попросили Бога о чем-то. «Простри руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес, именем Святого Сына Твоего Иисуса». Господь, пусть Твоя сила действует в этом городе. Пусть так будет по всему штату и по всей нашей стране. Нам позволено просить об этом. Аминь. Сколько еще проповедей нам нужно услышать перед тем, как мы начнем молиться. А кто-то из вас может сказать, «Я пережил Бога». Посмотрите на эти руки. А теперь встаньте, пожалуйста. Я знаю, что в церкви неприлично смотреть по сторонам, но я вам разрешаю. Посмотрите вокруг, и вы увидите сотни людей, которые говорят, что переживали Бога в своей жизни. Поэтому если кто-то скажет, «Я не знаю, продолжает ли Бог творить чудеса», скажите, «А я знаю сотни людей». Теперь можете присаживаться. И у меня к вам следующий вопрос. А кому из вас нужно Божие вмешательство? Ну, вы же только что сказали. Если бы я спросил каждого из вас, то вы бы сказали, что Бог сделал что-то в вашей жизни, когда вы были далеки от совершенства. И то, что Бог сделал для вас чудо, не означает, что вам больше не нужно Божие вмешательства в вашу жизнь. Чудеса не всегда убирают всю боль, весь страх и не меняют все условия. Но они прибавляют уверенности в том, что Бог действует в нашей жизни. И я хочу помочь вам стать более уверенными и привести других людей к такой же вере. Вы можете это сделать. Я хочу призвать вас еще к чему-то. Просто представьте, что вы уже способны на это. Я считаю, что каждый из нас должен уметь привести человека в Царство Божие. Не просто пригласить в Церковь, сделать его христианином или помочь ему бросить что-то. Мы должны помочь человеку стать участником Царства Божьего. Дело не в динаминации, теологических взглядах или доктринальных различиях. Дело в личности по имени Иисус. Евангелие от Иоанна 3 глава. Это последний отрывок. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Зачем Никодим приходил к Иисусу? Он только что сказал. Он не сказал, «Я пришел к тебе, потому что услышал, что ты самый умный». Он не сказал, «Мне нравится твой стиль проповеди» или «Мне нравится архитектура синагоги, в которой вы собираетесь». Или «У тебя просто суперская команда прославления». Нет, Он сказал таких чудес, какие ты творишь. Никто не может творить, если не будет с ним Бог. Во всем Новом Завете дверь в Царство Божие — это не суперумная презентация, хотя Иисус, конечно же, был очень умным. Это была демонстрация силы Божьей. И нам с вами очень нужна уверенность, чтобы приглашать Бога в наши условия, чтобы Его сила могла проявляться. Мы не сможем перемудрить зло или переплюнуть его. Единственное, чему покорится зло, — это сила, которая будет больше его самого. А если мы будем победителями, какими мы должны быть, то нам нужно быть более уверенными в использовании силы Божьей. Никодим, как лидер, понимает это и желает больше узнать об этом. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие». Никодим, ты не увидишь царство Божие, если не родишься свыше. Никодим ничего не понимает и говорит, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Я вам гарантирую, что если кто в Иерусалиме и думал, что он попадет в царство Божие, так это был Никодим, он принадлежал к правильной группе, к избранному народу Божьему, история которого началась еще с Авраама. У них были и другие выдающиеся люди в истории, такие как Иеремия, Давид. Все это наши родственники. К тому же Никодим еще и фарисей с безупречным образованием. Он руководитель фарисеев. У него все хорошо. А Иисус говорит ему, «Если ты не рожден свыше, то ты не попадешь в царство Божие». И при этом Никодим не обиделся и не разозлился. Он озадачен. Это невозможно для взрослого человека. Пятый стих. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие». Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Седьмой стих. Мой самый любимый в этом отрывке. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Это очень мягкое перенаправление Никодима. Совсем не похоже на горе вам. Он говорит, «Никодим, меня удивляет, что ты этого не понимаешь. Ты же знаешь Писание и Бога. Никакой критики или осуждения». Никодим, в чем дело? Ты же должен понимать это. Мы тоже должны это понимать. Наша цель не в том, чтобы люди пришли в церковь или имели правильные доктрины, или исправили свою жизнь. Если вы приведете их к Иисусу, Он поможет им найти сообщество веры, куда они могут пойти. Он поможет им исправить свою жизнь. А нам с вами нужно быть с полными энтузиазма, представителями и послами Иисуса. И Он уже сделает их жизнь лучше. Как же помочь кому-то родиться свыше? Вам нужна уверенность. Такая уверенность, какую вы имеете во что-либо еще. Писание говорит, что для того, чтобы спастись, вы должны исповедовать устами и верить сердцем, что Иисус Христос — Господь. Все начинается с выражения вашей веры, которая началась в вашем сердце, а потом выражается словами. Поэтому я принес вам молитву. Она есть в ваших конспектах. Вставать не нужно, потому что я еще не закончил, но давайте для начала прочитаем эту молитву вместе. Если вы хотите сохранить себе эту молитву, то можете ее себе запомнить. А можете просто сфотографировать на телефон, и тогда она всегда будет с вами. Но будьте готовы открыть ее, когда будет нужно. Не нужно звонить пастору и говорить, «Я хочу, чтобы вы с кем-нибудь встретились». Я верю в Иисуса. Хотите принять Иисуса? Тогда давайте я вас с кем-то познакомлю. Вы сами можете это сделать. Давайте же. Прочтем эту молитву. Всемогущий Бог. Я грешник. И мне нужен Спаситель. Я верю, что Иисус – твой Сын. Он умер на кресте и воскрес из мертвых. Прости мне мои грехи. Я прощаю всех, кто согрешил против меня. Господь, будь Господом моей жизни. Я выбираю тебя и обещаю служить тебе, как моему царю. Спасибо за то, что принимаешь меня в самую выдающуюся семью во Вселенной. Ты принимаешь меня в самую лучшую божественную семью. Скажите на это «Аминь», если верите. Скептики говорят, да, молитва – это хорошо. Но лучше понимать, что это значит. Да, вы правы. Но многие из вас стояли в ЗАГСе и говорили «да», но при этом не имели понятия, на что вы соглашаетесь. Если бы вы все понимали, то, возможно, вместо «да», вы сказали бы «может быть», но вам дали возможность лишь сказать «да». Вы можете посвятить себя чему-то, даже не до конца понимая всех преимуществ или возможностей. И после этого шага происходит что-то сверхъестественное. Эта молитва все меняет. Она меняет ориентацию нашей жизни. Она дает нам новую цель и новое значение нашей жизни на Земле и жизни после этой жизни. Когда бы вы не произнесли эту молитву, я понял, что мне периодически нужно обновлять это в своей жизни и делать Иисуса Господом под моими мыслями и эмоциями. Господь, я хочу почитать Тебя всеми сферами моей жизни. Будь Господом во всех сегментах моей жизни. Да, нам нужна помощь Святого Духа, чтобы понимать, как почитать Иисуса Христа, но на прощание я хотел бы помолиться вместе с вами. Отец, спасибо за Иисуса и за все, что Он сделал для нас. Помоги нам понять, как сделать Его Господом во всех сферах нашей жизни. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Культура часто ставит под сомнение нашу личность, разделяя людей по расе, полу, политическим предпочтениям или социальному статусу. Мы последователи Христа, и нашей главной характеристикой является наша связь с Иисусом. Книга «Я во Христе» была создана для того, чтобы помочь лучше понять нашу сущность во Христе, чтобы жить с поверью. Вы получите эту книгу в знак благодарности за свое пожертвование. Если вы пожертвуете 25 долларов или больше, то получите не только книгу, но и проповедь с пастора Аллена «Иисус меняет все». Позвоните нам сейчас и получите книгу и DVD. Или заходите на наш сайт. Спасибо, что поддерживаете это служение. Культура часто ставит под сомнение нашу личность, разделяя людей по расе, полу, политическим предпочтениям или социальному статусу. Мы последователи Христа, и нашей главной характеристикой является наша связь с Иисусом. Книга «Я во Христе» была создана для того, чтобы помочь лучше понять нашу сущность во Христе, чтобы жить с поверью. Вы получите эту книгу в знак благодарности за свое пожертвование. Если вы пожертвуете 25 долларов или больше, то получите не только книгу, но и проповедь с пастора Аллена «Иисус меняет все». Позвоните нам сейчас и получите книгу и DVD. Или заходите на наш сайт. Спасибо, что поддерживаете это служение.